прежде чем переходить к объяснению работы самого редактора smart tempo я хотел бы пару слов сказать о том как вообще в лоджике происходит взаимодействие вот между материалом определением темпа соответственно с взаимодействием с выравниванием темпа или с какими-то изменениями тот же flex все довольно просто в лоджике по сути на данный момент есть три типа так называемых маркеров маркеры это то почему лоджик считывать информацию временную информацию в файле то есть именно в аудио файле в данном случае то есть что это за маркеры первые маркеры которые мы уже знаем это ну довольно известный flex маркеры то есть у нас есть какие-то flex маркер который мы можем сами добавлять что-то менять что-то двигать и это влияет естественно на воспроизведение записанного материала и соответственно взаимодействие то есть мы можем сжимать темпы и так далее и все дать flex маркеры будут сжиматься второе это smart темпа маркеры о них мы тоже подробнее поговорим когда откроем smart темп вот эти самые маркеры я расскажу что это такое как с ними работать но это на самом деле я сейчас назвал второй и третий тип маркеров а первое специально ставим напоследок и первый это так называемый transient маркеры то есть это маркеры самые изначальные по которым лоджик вообще принимает какие-либо решения и когда мы работаем с flex он принимает эти решения на основе transient маркеров и smart темпа тоже работает по сути на основе трензит маркеров где посмотреть эти трензит маркеры очень просто мы открываем двойным щелчком любой аудио регион и заходим в раздел файл и вот вы видите эти самые маркеры включив вот это брожение их вот здесь вот этой кнопкой оранжевой и соответственно мы можем посмотреть как лоджик сам абсолютно автоматически при импорте файла в ну в проект определил где у нас что происходит какое событие то есть что такое transient это когда у нас после нуля то есть после абсолютной тишины тишины файле происходит какое-то аудио событие естественно уровень этого события может быть разные по громкости он даже порой бывает очень тихий что лоджик не всегда его определяет то есть не всегда ставит маркер но мы всегда можем включив карандаш добавить пару маркеров от себя в те места которые нам кажется имеют смысл и лоджик будет на них также ориентироваться когда например будет делать квантирование аудио вот здесь в квантазе то есть когда он включен flex мы делаем квантайз это мы с вами рассматривали уже на курсе посвященному flex time редактору и он благодаря вот этим маркером будет принимать грамотное решение по поводу того что куда в какую сторону двигать при квантизации то же самое будет чем больше вас эти transient маркеров определиться тем проще вам потом будет редактировать вот здесь то есть вот мы видим пунктиром как раз указаны те маркеры которые мы вроде бы не сдвигали с места но если мы вдруг хотим мы можем их взять и двигать и за счет этого работает вот это вот эластичность скажем так растягивание и сжатие аудио материала внутри flex time и соответственно вот эти transient маркеры они довольно важная вещь потому что по ним как раз лоджик и привязывается к материалу и давайте я сейчас просто продемонстрирую еще дополнительно как это работает и посмотрим сейчас один важный нюанс о котором уже поговорим с вами следующих видео у меня помните вот эту запись с барабанами которые использовал в первом в первых видео этого курса я ее записал в меди и сейчас я импортирую обратно эту партию у нас опять же включается flex по умолчанию все работает но к сожалению мы видим здесь есть некоторые заковырки потому что у нас smart tempo не грамотно определил темп а все это связано с тем что при записи то есть у нас когда я записывал этот аудио регион на самом деле прописал меди партию вот на этой дорожке drums а потом просто ее перевел в аудио у меня к сожалению в проекте в тот момент стоял темп 120 при этом я играл абсолютно в своем темпе меди и потом когда этот файл сбаун сил и ну скажем так вытащил из проекта в него записалась мета информация о том что этот файл 120 bpm то есть 120 bpm у него хотя я играл абсолютно другой темп поэтому теперь все это работает неправильно то есть у нас работает неправильно flex в данном случае потому что он подстраивать вроде вот под этот темп но он подстраивать не то что должен потому что изначальное определение темпа здесь к сожалению правильно что с этим делать как с этим бороться мы будем говорить в следующих видео там будет все понятно но просто знаете что такая проблема есть и у многих у возникают проблемы вот с материалом когда импортирует и flex как-то не себя неадекватно ведет что-то сжимает что-то растягивает при включении это как раз связано с тем что темповая информация записанная файл не верна и не соответствует правде то есть не соответствует тому что на самом деле внутри аудио происходит если сейчас здесь flex отключу и мы послушаем просто с метрономом то есть естественно здесь ничего сейчас толкового не будет то есть никакой связки не будет и даже я знаю что у меня этот так давайте включим keep перенесу просто сюда этот регион и даже знаю что у меня этот файл был записан в темпе 120 я могу здесь поставить темп 120 допустим и даже при темпе 120 мы услышим что у нас все равно ничего не будет совпадать давайте послушаем потому что я играл без метронома просто скажем так по ощущениям еще под конец ускорился и поэтому это не работает даже с этим темпом друзья отличные новости отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника logic pro help совместно с тиньков банк предоставляет вам рассрочку на все курсы а также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями переходите по ссылке в описании где вы сможете найти полный список курсов участвующих программе рассрочки и выбрать то что вас интересует начни получать необходимые знания уже сегодня не откладывая на потом как с этим бороться как я уже сказал мы поговорим позднее давайте на примере вот этого такого кривого файла посмотрим что у нас как у нас сработали транзиент маркеры включим их отображение и сами транзиент маркеры сработали грамотно то есть у них все хорошо то есть у них все стоит на своих местах вот каждый транзиент можем послушать то есть реально даже несмотря на то что партия довольно кривая у меня там записано также нарочито играл неровно меди партию все равно все транзиент маркеры правильно стоят они все определились если нам хочется сделать чувствительность меньше мы можем всегда убрать и оставить только какие-то сильные доли либо если мы хотим чтобы прям все что у нас есть хай-хат в том числе учитывался мы жмем просто максимальную чувствительность и если вдруг этого недостаточно можем где-то еще добавить какой-то свой маркер и потом всегда его удалить если он не нужен и так далее то есть очень полезная функция и транзиент маркера сработали и далее нам нужно будет подружить эти транзиент маркеры со smart темпа и с новым темпа вообще то есть новым темпом который реально присутствует в этой записи то есть тот темп с которым я реально играл на клавиатуре эту барабанную партию а не тот темп который пока что ошибочно записан в этот аудиофайл из-за чего у нас и smart темпа и logic абсолютно неправильно воспринимают что здесь что и так далее то есть поэтому сейчас к сожалению у нас один тип маркеров сработал это transient маркеры но smart темпа маркеры а соответственно потом и flex маркеры у нас к жили к сожалению работе адекватно не будут поэтому начиная со следующего видео мы с вами посмотрим как уже в редакторе smart темпа он выглядит вот так мы сможем эту проблему исправить и давайте собственно перейдем к следующему видео